Полет творчества и фантазии. Колледж легкой промышленности приглашает на выставку декоративно-прикладного творчества. Свои работы представляют учащиеся, преподаватели и мастера производственного обучения. Подробности в нашем следующем материале. Удивительные арт-объекты, оригинальные предметы интерьера, товары народного потребления, образцы робототехники – все это было представлено на выставке декоративно-прикладного, инновационного и технического творчества. И руку к этому предложили едва ли не все учащиеся и педагоги колледжа легкой промышленности. В 2018 году с марта по декабрь месяц объявлен республиканский конкурс, который имеет название «Республиканский смотр инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений профессионального образования». Учреждения образования Брестской области всегда очень достойно представляют экспонаты инновационного и технического творчества. Выставки в колледжах и лицеях Брещины – первый этап конкурса, по итогам которого лучшие экспонаты будут отобраны для участия в областном этапе. Традиционная выставка самых ярких и интересных работ учреждений профтех и среднего специального образования откроется в марте в Брестском областном центре инновационного и технического творчества. А пока лицезреть всю эту красоту могут все желающие в колледже легкой промышленности. В день открытия выставку посетили старшеклассники средних школ города, для которых она смогла стать своеобразным ориентиром профессий, получаемых в колледже. Эта выставка открыта с целью показать возможности колледжа легкой промышленности, на что направлена наша деятельность, чем занимаются наши дети в неурочное время, какие кружки посещают, здесь можно сразу увидеть и убедиться, что они заняты в послеучебное время, в второй половине дня. Творчество – это довольно присущая тема для педагога, потому что, коль педагог, он должен творить, развиваться, он должен совершенствоваться, идти в ногу со временем и делать все возможное, чтобы дети в последующем его превосходили. Довольно много работ изготовлено во время производственной практики и соответствуют принципам обучения той или иной профессии. Здесь представлены сумка для пеленания и спальные мешки, которые превращаются в игрушки. Это вместе с детьми мы создавали, где-то во внеурочное время дети оставались, где-то на уроках выделяли время. Экспонаты, а всего их на выставке представлено более 700, изготовлены из самых разнообразных материалов, довольно часто из отслуживших вещей и предметов, как, например, эти часы, над которыми трудилась первокурсница Галина Горелая со своим преподавателем Диной Шудельской. В этом мне помог мой мастер Дина Владимировна. Она проявила инициативу, подав идею использования нетрадиционных материалов, и под ее чутким руководством мы делали ее. Это пружины из-под матраса, обычного матраса. И таких оригинальных вещей очень много. У каждого была возможность реализовать свой творческий потенциал, который наверняка будет оценен не только друзьями и коллегами.